Московский Белый дом, дом правительства Российской Федерации. Коридор, который везет к кабинету вице-премьера, отвечающего за нефть, газ, уголь, сланец, торф, Росатом, за исключением его гособоронзаказа Ростехнадзор и Росрезерв. Знаете, однажды у Маргариты Тэчера спросили, а каково это быть первой женщиной-премьером? Она гениально ответила, говорит, я не знаю, я никогда не испытывала альтернативу. Вы понятны, то, что альтернативу никогда не испытывали, но вы первый вице-премьер, первый, который сейчас утвержден еще и Государственной Думой. Каково это? Это большая ответственность, во-первых, и большое доверие, которое оказал мне председатель правительства, предложив мою кандидатуру для утверждения уже по новой процедуре в Государственной Думе в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. И я вам хочу сказать, что, конечно, и в Государственной Думе, несмотря на то, что, будучи министром, я очень достаточно длительное время работал с депутатами в Государственной Думе, с фракциями, с комитетами. Но тут они у вас посмотрели новыми глазами? Помимо него, нового вице-премьера Новака еще Госдума утвердила новых министров, энергетики Николая Шульгинова, транспорта Виталия Савельева из аэрофлота, природных ресурсов и экологии Александра Козлова, по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, и главу Минстроя Ирека Файзулина. Точнее, оппозиция в нескольких случаях воздержалась, но решение принято парламентским большинством. То есть теперь, когда ходим на думские выборы, голосуем за тех, кто министром скажет свое слово. На ком сейчас больше ответственность? На них или на вас? Я думаю, что теперь это уже взаимная ответственность. Не успели быть назначенными, а уже готовы? Ну, здесь в правительстве, в аппарате, да, все четко работает. Поднимите, посмотрим кабинет. Пожалуйста. Я первый. Боже мой. Пожалуйста. Вы когда переехали-то? Вчера. Нефтегаз. Слушайте, а нефтегаз дальше-то понадобится? Сейчас что-то во время пандемии все говорят, что нет, все, возобновляемые источники сплошные. Много говорят, но, тем не менее, я думаю, что мы еще несколько десятилетий будем иметь углеводородные источники основными. Хотя, конечно, безусловно, тренд идет на то, что будут больше внедряться и возобновляемые источники энергии, и электричество больше будут применяться в разной степени. Тем не менее, нам придется этим заниматься. Россия в этом является сегодня конкурентоспособной, и это наше конкурентное преимущество. Какая цена на нефть идеальна сейчас для всех переговорщиков, вовлеченных в этот ОПЕК+. Сергей, идеальной цены не бывает. Всегда хотелось бы для тех стран, которые получают значительную часть доходов от нефти, чтобы была повыше. С другой стороны, это рынок, это постоянные изменения цены вверх-вниз. Конечно, хотелось бы, чтобы она была стабильной, и не высокой, и не низкой. Но вот сейчас следующая волна пандемии, все-таки многие уже оперируют этим категориям, следующая волна, не подкосит нефтегазовая? Безусловно, что касается второй волны и тех ограничительных мер, которые сегодня вновь применяют правительства разных стран, это является риском потребления, роста потребления. Тем не менее, мы видим, что те ограничения, которые сегодня вводятся, они значительно менее жесткие, чем ограничения, вводим правительством весной. Весной, но тогда все дома сидели, сейчас все-таки транспорт работает. И вот за этот период спрос на нефть восстановился, хотя и не в полном объеме. Тем не менее, мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год, с учетом того, что происходит регистрация различных вакцин, в том числе в Российской Федерации. И мы оптимистично смотрим, потому что даже недавняя информация о том, что появилась новая вакцина в мире, помимо российской, значительно повлияла. Мы видели рост цены на нефть за сутки почти 10%. Но вот новый фактор. Избранный, не избранный, но Джо Байден говорит, что демократы будут развивать альтернативную энергетику. Что же тогда с излишками нефти? Ответ – на рабочем месте новака. Так, ну, на столе, я так понимаю, у вас еще нового ничего нету, а вот это вот, я уж извините, пожалуйста, это вы из министерства привезли. Да, это тоже с собой взял, это продукты нашей нефти, газохимии, полиэтилен, полипропилен. Переработка возможных излишков нефти – то, что уже заложено в стратегию правительства. А рядом замечаем гигантский экран, на котором деятельность коллег-вице-премьеров новака представлена и контролируется президентом и премьером. Ваши коллеги, вице-премьеры, мы всех смотрим поручения, поручения, поручения. У вас уже 166 в первый день работ? Работы сейчас действительно много. Вести в субботу. Дом правительства. Москва. Работа суббота. Работа субботом. Работа субботом. Продолжение следует...